сказки от деда пантелеймона сегодня сказка золотой башмачок жил-был старик со старухой у старика у старухи было две дочери старик однажды поехал на посад и купил там одной сестре рыбку и другой тоже рыбку старшая скушала свою рыбку а младшая пошла на колодец и говорит матушка рыбка скушать ли тебя или нет не кушай меня говорит рыбка пусти в воду я тебе пригожусь она пустила рыбку в колодец и пошла домой старуха очень не любила своей младшей дочери она нарядила сестру ее в самолучшее лапотья и пошла с ней в церковь обиднее а младшая оставила две меры ржи и велела ей выше стать до прихода из церкви девушка пошла за водой сидит у колодца и плачет рыбка выплала наверх и спрашивает ее а в чем ты красная девица плачешь так как же мне не плакать то отвечает ей красная девица мать нарядила сестру мою в самолучшее лопотья ушла к ней с ней к обедне а меня оставила дома и велела вычистить две меры ржи до прихода своего из церкви рыбка говорит а не плачет ступай наряжайся да поезжай в церковь будет рожь вычищена она нарядилась приехала к обедне мать не могла ее опознать обед не зачала отходить девушка выезжает домой мать тоже приходит домой и спрашивает что ты дура вычистила ли рожь вычистила отвечает она что бедня была за красавица говорит мать поп не поет не читает все на ей глядит а ты дура взгляни-ка на себя в чем в экон то ходишь хоть не было я знаю говорит девица где тебе знать сказала и мать и на другой раз мать и нарядила старшую дочь свою самолучшее лопотья пошлась ей к обедне а младше оставила три меры жито и говорит пока мест я молюсь богу ты вышистая жито вот она и пошла к обедне а дочь пошла по воду на колодец сидит у колодца и плачет рыбка выплыла наверх и спрашивает о чем красная девица плачешь так как же мне не плакать то отвечает ей красная девица мать и нарядила сестру мою самолучшее лопотья пошлась ей к обедне а меня оставила дома и велела вычистить три меры жито до прихода своего из церкви рыбка говорит не плачь ступай наряжайся да поезжай за ей в церковь жито вычистится она нарядилась приехала в церковь стала богу молиться поп не поет не читает все на ей глядит обедне зачала отходить был в то время у обедни той стороны царевич красная девица наша больно ему поглянулась он захотел узнать чья этакая взял да и бросил ей под маш башмак смолы башмак остался она уехала домой чей башмак говорит царевич ту замуж возьму башмак от был весь вышит золотом вот и старуха пришла домой что там была за красавица говорит она поп не поет не читает все на ей смотрит а ты дура посмотри-ка на себя что это за оборванка а в те поры царевич по всем волостям искал девицы что потеряла башмак никак не мог найти чтобы башмачок был в пору он пришел к старухе и говорит а покажи-ка ты свою девку ладен ли будет башмак ей дочь моя замарает башмак отвечает старуха пришла красная девица царевич примерил ей башмак башмак ей ладен он взял ее замуж стали они жить да поживать да добра наживать я там был пиво пиво по губам текло в рот не попало дали мне синь кофтан ворона летит да кричит синь кофтан синь кофтан я думаю к juicy о він ковтан взел да и method дали мне колпак стали в шею толкать дали мне красная башмачки ворона летит да кричит раз нужной code ко 않은 бланки красные башмачки я думаю украл башмачки сил Да и бросил.